Торговля, хоть и сезонная, но правила строгие. Работу у нестационарных объектов торговли оценили на заседании аппарата городской власти. Летний патруль. Акцию под таким названием провели сотрудники МЧС совместно с представителями молодежного отряда охраны правопорядка. Две серебряные и одна золотая медали. Новополочанка Яна Кытьева успешно выступила на первенстве Европы среди юниоров в Турции. Сейчас об этом и не только расскажем более подробно. Открытое акционерное общество «Нафтан» проводит профилактический ремонт установок вторичных процессов, сообщает Белорусское телеграфное агентство. Речь идет о ремонте установок «Висбрекинг-термокрекинг», вакуумной дистилляции ВТ-1, комплекса «Гидрокрекинг», установок для асфальтизации и производства серной кислоты. Как пояснили в концерне, работы проводятся, чтобы обеспечить долговечную и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, выпуск продукции требуемого качества. В настоящее время нефтеперерабатывающие заводы Беларуси работают стабильно, обеспечивая сбалансированную переработку всего объема поставляемого углеводородного сырья с оптимальным задействованием мощностей первичных и вторичных процессов и выпуском товарной продукции требуемого качества, подчеркнули в Белнефтехиме. Работать сезонно, но по строгим правилам. Как в Новополоцке в весенне-летний период функционируют нестационарные объекты торговли. Этот вопрос стал основным в ходе заседания аппарата городской власти. Сезонная торговля в разгаре. На выбор 23 киоска с плодово-овощной продукции из десяток объектов общепита. Контроль за ними постоянный как со стороны санитарных служб, так и со стороны городской власти. Нареканий не так много, но есть. Продажа разрезанных фруктов, беспорядок возле объектов торговли. Ну, едешь вечером по городу, где гуляют дети, и вокруг разбросаны поддоны, пакеты, бумаги. Ну, наверное, вы возле себя, возле своего дома такого не допускаете. Наверное, просто нужно по-другому ставить задачу. Задачу поставили простую – убрать. Говоря о сезонной торговле, особым вопросом остается сельхозпродукция, которую новополучане выращивают на своих участках и потом реализуют в городе. По сути, это не запрещено. Однако перечень продукции и места продажи ограничены строго. Рынок или специальные прилавки, которые есть в каждом микрорайоне. Домашние яйца, свежие грибочки. Звучит безобидно, выглядит привлекательно. Правда, те, кто продает это в неустановленных местах, за качество могут ручаться лишь на словах. Никаких проверок такая продукция не проходит. А это чревато последствиями уже для потребителя. Сейчас очень много будет продукции лесной, то есть грибы, ягоды. Вы знаете, что у нас есть зоны, которые неблагоприятные по радиологическому контролю. А для этого, для продажи таких растений, грибов и ягод, они должны пройти радиологический контроль. Для этого есть прибор специальный, который замеряет уровень фона. Кстати, каждый может, а порой это просто необходимо, потребовать сертификат качества, чтобы точно быть уверенным, что купленный фрукт или овощ принесет пользу, а не наоборот. Ольга Баранова, Артем Тубаков, Вектор ТВ Летний патруль. Акцию под таким названием провели сотрудники МЧС совместно с представителями молодежного отряда охраны правопорядка. Она проходит в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» и направлена на профилактику несчастных случаев на воде. Городской пляж наполнен детскими голосами и улыбками взрослых. В жаркие дни здесь особенно многолюдно. А в это время сотрудник городского отдела ПЧС вместе с представителями молодежного отряда охраны правопорядка садится в катер, чтобы обследовать места летнего отдыха новопалачан. Спасательные жилеты надеты, в руках буклеты, которые напоминают о правилах безопасного поведения на воде. Наша основная задача – это профилактика, потому что в летний период, в купальный сезон, на водоемах тонет очень много людей. Больше 200 человек по республике, уже утонуло из них более 20 детей, поэтому эта работа очень важная. Важная и нужная. Подобные акции представители молодежи считают необходимыми, ведь пресловутое «предупрежден», значит, вооружен, может сохранить жизнь. Мы совместно с представителями МЧС ходили по пляжу и проводили беседы с посетителями данного пляжа о том, куда надо плавать, куда не надо, чтобы не возникало никаких несчастных случаев. Эта памятка, может быть, поможет им. Может быть, не каждый прочитает, но есть люди, которые прочитают, и поймут это, и меньше у нас будет людей погибших. Солнце, воздух и вода – эти стихии всегда служили источником укрепления здоровья человека. Однако нарушения правил поведения при нахождении у водоемов могут поставить жизнь под угрозу, как это случилось 2 августа в Полоцке. Тогда новость о спасении двух девочек на Западной Двине облетела всю страну. Отплыли далеко от берега, течение их унесло, но им повезло в данной ситуации, оказался работник МЧС в свободное отнесение службы рядышком, который оказал им помощь, и их жизни сегодня в безопасности. Так может быть не всегда, потому что даже дети, которые пришли с родителями на водоем, иногда оказываются без внимания взрослых. Поэтому мы проводим эту работу с нашим молодежным отрядом по охране общественного порядка в городе Новополоске. Раздаем наглядно изобразительную продукцию, рекомендации и желаем всем безопасного отдыха. Безопасность на воде в городе обеспечивается спасательной станцией, зона действия которой 1200 метров. Спасатели постоянно следят за отдыхающими и напоминают, каждый человек должен быть предельно внимателен и осторожен при купании в водоемах. Только с начала года по области утонуло 36 человек, из них двое детей. Виктория Крементьенок, Артем Табаков, Вектор ТВ. Перейдем к новостям спорта. В столице Турции прошло первенство Европы среди юниоров по плаванию в ластах. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 18 стран. Беларусь представила всего два человека. Среди них и наша землячка. Воспитанница специализированной школы подводного спорта и мотобола Яна Кытьева. С чемпионкой встретилась наша съемочная группа. В руках заслуженные награды, а на лице улыбка. Титулованная воспитанница Новополоцкой специализированной школы подводного спорта и мотобола Яна Кытьева недавно вернулась первенство Европы среди юниоров. На соревнования подобного рода я поехала впервые. Для меня это большой опыт. Я очень готовилась к этим соревнованиям. Спасибо моему тренеру за подготовку. Большая конкуренция, я скажу, была нелегко. И мне все понравилось. Я преодолела себя и поняла, что могу больше сделать в этом спорте. Как итог, золото на дистанции 400 метров с аквалангом и две серебряные медали на дистанции 1500 и 400 метров. Такие высокие результаты. Итог большой работы и ежедневных тренировок спортсменки под руководством заслуженного тренера Беларуси Виктора Стремякова, который всегда верит в нее, поддерживает и восхищается настойчивостью и целеустремленностью. Две серебряные медали, причем оба раза с превышением мирового рекорда. То есть это говорит о борьбе, причем очень небольшой разрыв, чуть больше секунды разница. Представляете, на 800 метров разница 1,8 секунды выше мирового и второе место. Борьба была серьезная. Новополоцкая специализированная школа подводного спорта и мотобола – настоящая кузница спортивных талантов. Совсем недавно еще один ее ведущий спортсмен Дмитрий Гаврилов вернулся с чемпионата мира, завоевав бронзовую награду. Хоккейный клуб «Химик» провел первый матч Кубка Беларуси по хоккею с шайбой. Стартовым соперником новополочан стала Лида. Напомню, что домашним льдом для «Химика» стала Витебская ледовая арена. Первый период стартового матча Кубка Руслана Салей для новополосских хоккеистов сложился неудачно. Преимущество оставалось на стороне соперников хоккейного клуба «Лида». По итогу первого отрезка встречи счет на табло составлял 2-0 в пользу гостей. Однако надежду на победу «Химики» подарили болельщикам в первой половине второго периода. В составе «Химика» отличились Гавриленко, Станевич и Владислав Лумакин. Команда появилась с отчетом 3-2, однако не хватило где-то опыта, где-то физических кондиций. И, к сожалению, уже к концу второго периода мы снова проигрывали с отчетом 3-4. Что касается финального третьего периода, то и здесь удача была на стороне соперников. Хоккеистам «Лиду» удалось еще дважды поразить ворота новополочан. Итог игры 6-3 в пользу гостей матча. Все-таки это первая игра сезона, и не зря хоккей в августе называется летним хоккеем. Достаточно тяжело смотрелась команда, как и наша новополоская, так и команда из «Лиды». То есть физические команды еще не подошли в оптимальном состоянии к турниру. Ну и, конечно, множество ошибок, собственных в первую очередь в обороне, не позволили химикам побороться за победу, мы отчислили. Достаточно много удалений было, не совсем дисциплинированно сыграла команда. Однако все это исправимо, и будем стараться болельщиков только радовать. Напомню, что в новом сезоне команда Дениса Тоднюка борется в группе «Б» Кубка Руслана Салея за единственную путевку в восьмерку сильнейших команд страны. Среди соперников – хоккейный клуб «Брест», хоккейный клуб «Витебск», хоккейный клуб «Могилев». Еще две игры новополоские спортсмены проведут с Оршанским локомотивом и сборной «Ю-18». Следующий матч уже 9 августа. Карина Херсан, Артем Табаков, Вектор ТВ. На этом все. Если вы что-то пропустили, программа «Вектор ТВ» доступна для просмотра на официальном сайте Новополоцка и на ютуб-канале телерадиокомпании «Вектор». Также оперативно следить за событиями городской жизни можно и в нашей группе ВКонтакте. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. По прогнозам синоптиков, в среду 8 августа в Новополоцке ожидается облачная погода, а возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 16 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 25 градусов со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова